Еще несколько посланий, в которых мы увидим. Хорошо. Значит, давайте сегодня посмотрим, какие есть виды апологетики. Виды апологетики. Книгу из свит? Если есть такое желание, можно прочитать и книгу из свит, только не сегодня. Ну что, готовы? Виды апологетики, да. Вообще хочу сказать, но это не связано сейчас с этим. Есть такой апологетический центр. В принципе, через интернет можно тоже там почитать разные статьи. Хочу сразу предупредить, что и в этом центре есть тоже не все. Просто там есть моменты, общие какие-то вопросы, в смысле о разных ересях нормально, связанные, например, с любыми мормонами, свидетелями Говы, любые культы и так далее. То есть, всякие ереси. То есть, там рассматривают очень четко и нормально. Апологетика можете набрать, апологетический центр. Да, апологетический центр. И там есть много статей, если у вас, допустим, вы столкнулись с чем-то непонятным. Вот, вы можете там посмотреть статьи. Они рассматривают вопросы уже с точки зрения христианства. Какие есть проблемы у тех и других культов, да, и, допустим, на основании Слова Божьего, какие есть доказательства. Допустим, вот те же свидетели Говы, там можно почитать, есть хорошие, полезные статьи. Вот. Не все там так хорошо, говорю честно. Ну, в плане там, сейчас не знаю, есть или нет, раньше там харизматов рассматривали, например. А, что-что? Да, ну там он больше, я так понял, такой был, как бы, по-моему, православный такой он. Вот. Ну, во всяком случае, там есть полезные вещи тоже. Да, ну там, ну хорошо. В общем, короче говоря, если вас интересует вопрос, например, скажем там, свидетели Говы, не вся балогетика, не вся. У меня нормалы, когда я видел это, что-то. Вот. Если вас интересует вопрос, там, допустим, свидетели Говы, мормоны, или с кем-то вы еще там встречаетесь, там можно взять статьи. Но не для всего. Не для всех. Фильтровать. Ну, да, учитывая, что, думаю, что не все вы еще можете фильтровать, поэтому. Все, как я думаю. Вот, поэтому ничего не надо все там брать, там. Конкретно, если вам нужны вот такие именно вот вещи, связанные, еще раз повторюсь, мормоны, свидетели Говы, или какие-то еще ереси, или культы, которые сегодня существуют, пожалуйста, можно там посмотреть. Все остальное можно даже не читать, чтобы не перенапрягаться, хорошо? Значит, первый вид апологетики называется эвидициализм. 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 Значит, что он из себя представляет? Ну, вы помните, да, апологетика — это защита, и... Ну, это сейчас не надо писать, я это просто повторяю, да? Апологетика — это защита, и она основана на вопросах определенных доказательств, да? То есть, когда выстраивается защита... Ну, вот, вот этот вид, эвидициализм, он основан на доказательствах из чувственного опыта. Меня всем хорошо слышно? Доказательства из чувственного опыта. Доказательства из чувственного опыта. Значит, эвидициалисты, они считают, что доказательства должны убедить человека поверить. Ну, это их мнение такое. То есть, они считают, что если вы приведёте достаточно хорошее доказательство, то люди должны поверить. Значит, кроме того, они обращают внимание на чудеса, на действия Бога в истории. Да, они обращают внимание на чудеса, на действия Бога в истории. И когда речь идет о чудесах, они основываются на Евангелии от Иоанна, 2 глава, 23 стих. Написано там так. И когда он был в Иерусалиме, на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя Его. Вторая глава, 23 стих. Животные бегают у вас тут. Хорошо, значит, вернёмся к эвиденциалистам. Значит, они обращают внимание на чудеса. То есть, в том отношении, что доказывая, и чудеса могут быть как средством объяснения, что вот происходят чудеса, средством их тоже доказательств. И основываются они в этом, на Евангелии от Иоанна, 2 главе, 23 стихе. Значит, по-другому их ещё называют как эвиденциалисты или доказательная апологетика. Эвиденциализм или доказательная апологетика. Значит, в данном контексте под эвиденциализмом понимается такой подход к христианской вере, который подчёркивает важность для подтверждения истинности христианства эмпирических доказательств, то есть фактических свидетельств, фактической информации, изложенных и представленных в логическом порядке. То есть выстраивается цепочка из свидетельств, ну, свидетельств людей, да, допустим, или каких-то определённых доказательств, которые действительно существуют. И в результате вот этой логической цепочки, изложенной, идёт расчёт на то, что в итоге человек придёт к вере, потому что ему это как бы доказали. Если классическая апологетика исторически в основном опиралась на философию и логику, мы немножко коснёмся потом логической, ну, это классической апологетики, то здесь просто сравнение, то эвиденциализм опирается либо на свидетельство естественных наук, либо на свидетельство истории, либо на те и другие вкупе с иными видами свидетельства. Однако естественные науки и история представляют наибольший интерес для тех, кто относит себя к эвиденциалистам. То есть они рассматривают всё — историю, то, что может, и естественные науки, то, что может в действительности им предоставить различные доказательства для того, чтобы построить логическую цепь. — Это шипло. — Хорошо. — То есть это отдельные виды каких-то логов? — Это виды. Ну, смотрите, существует апологетика, да? Вот. И существуют разные виды апологетов, которые всё-таки способ доказательств рассматривают с разных сторон. — А, то есть мы сейчас конкретно именно… — Понимаете, да? — То есть есть классический, то есть тот, который был изначальный, который используется как бы… Но есть апологеты, которые используют различные ещё плюс-способы. И мы рассматриваем эти способы. Понятно, да? — Всё, да. — Или нет? — Всё, понятно, сработали. — Ну, хорошо. Значит, следующий вид — это рационализм. В данном случае используют логику для доказательств христианской истины. Это как бы… То есть их основы, на что они полагают. Те апологеты, которые придерживаются рационализма. И для них важен процесс познания, а не восприятия. — То есть они будут на первом месте выставлять? — Да. То есть логически, если это в действительности выглядит правильно, то, в принципе… — Важен процесс познания, а не восприятия. То есть в данном случае приходит то, то, что познание, то есть знание, да, углубление в знание более важен, чем само восприятие. — А если чудо такое, то они смогут поэтические объяснить? Ну, они вот рассматривают защиту христианской веры именно вот таким методом. Ну, разные апологеты, они двигаются в разных направлениях. Делают одно и то же. В итоге для нас мы можем видеть там, что есть, здесь, что есть, да, и использовать разные моменты, потому что можно говорить с разными людьми. Значит, предпосылочная апологетика. — Это третья? — Предпосылочная. — Это всё касается каллиционалисту или уже третья? — Это третья. Предпосылочная. В данном случае она говорит о том, что доказывать ничего не нужно. Необходимо просто верить библейскому откровению. Есть такие положения в апологетике, которые доказывать не нужно. Нужно просто верить. И в этом отношении речь идет о том, что у верующих нет общих оснований с неверующими. Поэтому их искать и не нужно. Это их взгляд на все это. Значит, у верующих нет общих оснований с неверующими. Поэтому их искать не нужно. По той причине, что разум неверующего испорчен грехом. И он не может правильно мыслить. То есть поэтому их идея, сколько ты бы не доказывал, это все как бы бесполезно. Надо просто верить. Ну и часто мы можем услышать, между прочим, среди христиан, что так и говорят. Что надо верить просто. А больше того, я скажу, многие так и живут. Ну в том отношении, что по многим вопросам даже не задаются вопросом. Так оно или не так оно, а почему оно так и так далее. Даже порой не проверяет вообще, он из Библии говорил, да, или нет. Что ты сказал там, а все-то уверены. Ну ты же пластер сказал, слово пластер, директора. Дверь про поведение. Кстати, вот интересно, вот эта книжка, которую вы посоветовали, там говорилось о том, что вера... Давайте мы напомним составляем. Там говорилось о том, что вера – это что-то общее между уверенностью и доверчивостью, кажется. Ну смотрите, конечно, есть вещи, которые мы не можем все равно объяснить, да. И в данном случае нам, ну, нужно... Если мы доверяем Богу, да, то мы просто верим, и все. Но есть много вещей, которые можно объяснить. Ну вот, одним из представителей апологетики предпосылочной был квинт Тертулиан. Тертулиан, да. Из которых сохранилось только 31. Ну тоже немало. И все апологетические, да? Значит, в зарождавшемся богословии Тертулиан впервые выразил концепцию троицы. Это ведь? Он жил во втором веке. Ну да, ну, он родился во втором и еще жил, как бы, в начале третьего века. Так же он положил начало церковной латыни, языку, который был средневековой западной мысли в то время. Это язык был средневековой западной мысли. И он интересную фразу сказал. «Воскресение Христа — это абсурдно и недоказуемо. Поэтому я в это просто верю». Вы скажите молодому человеку слева, чтобы он просто больше не отвлекал. И все. Он сказал такую фразу, что «Воскресение Христа — это абсурдно и недоказуемо. Поэтому я в это просто верю». Так же, как в планете Троица, практически доказание возможно. Ну... Кто же пока верит? Не совсем так, ну ладно. Значит, следующая классическая апологетика. Значит, этот подход делает акцент на дедуктивной, дедуктивном мышлении, на логической аргументации, как в важнейшем аспекте. Значит, делает подход, делает акцент на дедуктивном мышлении, на логической аргументации, как в важнейшем аспекте, важнейшем критерии и способе познания. Считается, что именно на этом нужно делать упор, чтобы в действительности отдавать приоритет защите истинности христианской веры. Значит, название классически используется, потому что именно этот метод или этот подход доминировал на протяжении большей части истории христианской апологетики. То есть на протяжении всего периода этот метод всегда более был доминирующим. Значит, классическая апологетика включает в себя эвиденциализм, но основной упор делает на рационализм. Да, и при этом сам эвиденциализм считает несколько ограниченным. Потому что этот метод не идет как бы дальше. Он останавливается на определенных доказательствах и все. Эвиденциализм считают несколько ограниченным. Классическая апологетика должна быть согласованной, логичной, внутренне, непротиворечивой системой, объясняющей все факты, но эта система имеет предпосылки, которые не могут быть доказаны, но должны приниматься верой. То есть видите, здесь включается как бы все в себя. То есть доказательства, вера. Нет вот этих разграничений в том отношении, что кто-то говорит только веруй, а кто-то говорит доказывай, без доказательства он не может поверить и так далее. Она включает в себя и то, и другое. Еще хочу, чтобы мы с вами немножко посмотрели на такое философское учение, которое называется «Прагматизм». Ну, оно просто имеет определенное влияние на апологетику тоже. Прагматизм — это субъективно-идеалистическое философское учение, которое возникло в 70-х годах, годов 19 века в США. И в 20 веке оно получило более такое распространенное, ну, была распространена до Второй мировой войны. А еще раз повторяю. Да. Это субъективно-идеалистическое философское учение, которое возникло в 70-х годах 19 века в США и получило наибольшее развитие в 20 веке, в период до Второй мировой войны. При этом это философское учение, оно казалось сильное влияние на всю духовную жизнь страны. Ну, в тот момент в США имеется в виду. В конце 70-х годов, 19 века. В конце 70-х годов, 19 века. Да, оно оказалось сильное влияние на духовную жизнь США. Ну, в принципе, оно распространилось во многие места. Просто там был такой пик этого дела. И вот такой момент, что как бы задается вопрос. Вот эта вот философия, какая от него польза? Был ученый такой, Блэск Паскаль. Знаете, да? Вот. Это физик такой. Математик. Вот. Он писали тогда о нем. Да, 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 немножко говорили о нем. Значит, он был на самом деле гением разных наук. Физика, математика. В конце своей жизни он написал один труд, который называется «Теория Пари Паскаля». И вот этот труд именно для нас как бы интересен. Пари Паскаль. Ну, идея была заключена в том, что доказательства в существовании Бога есть 50 на 50. То есть 50% есть доказательства, как бы 50% нет. Того, что Бог существует. И он задает такой вопрос. Ну, что же делать? И следующий вопрос. Полезно ли верить в Бога? И потом он вводит такую теорию, что верить в Бога более выгодно, чем не верить. И то есть в данном случае он ставит вопрос не об истинности веры в Бога, а об ее полезности. И вот его формула, согласно которой верить в Бога гораздо полезнее, чем не верить в Него, она звучит таким образом. Значит, а можно на доске нарисовать, да, или нет? Да? Есть здесь мел, да? Или чем вы рисуете? А, хорошо. А, хорошо. А, хорошо. я вам сейчас прочту я так хотя бы чтобы вам было понятно да не выигрыша здесь еще она должна быть ожиданием значит четыре графы вероятность выигрыш цена и ожидание выигрыша значит здесь таизм атеизм вероятность одна вторая и здесь и там значит выигрыш здесь вечность здесь 7080 лет значит цена 70 80 лет до цена значит 70 80 лет цена 70 80 лет понятно да ну да это это цена ожидания то есть имеется ввиду одно и то же значит что что он объясняет он объясняет что на самом деле верить в бога гораздо полезнее чем не верить бога потому что если ты веришь бога то как бы вероятность того что бог есть допустим до 50 процентов ну учитывая что тогда в этом отношении как атеизм так и ты из 50 процентов того что бог есть значит выигрыш данном случае если ты веришь бога он имеет вечность то есть ты получаешь вечность в результате выигрыша значит если бог есть то ты и ты веришь и ты веришь него ты получаешь выигрыш вечность если бога нет и ты получаешь выигрыш ну 70 там 80 лет до мы сейчас мы сейчас мы сейчас говорим о выигрыше но смысле а значит цену которую нужно заплатить в данном случае здесь ты получаю ну 78 лет и здесь 70 80 лет понятно да 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 ну то есть подразумевается что выигрыш вечность да и он объясняет что это как бы до одно и то же да цена и и ожидание то одно и то же ожидание выигрыша ну потому что в конце как бы жизни да он на основании как бы скажем вот такого математического доказательства доказывает то что верить бога просто выгодно понимаете да он говорит он говорит я ну там в данном случае речь не идет о истинности веры а в данном случае идет речь просто о выгоде о выгоде то есть верить выгоднее чем не верить вот если бога даже нет то ты в любом случае выигры выигрыши потому что ты сено прожил свои эти годы плюс жил достаточно нормальной жизнью и так далее то есть поэтому он говорит что ну вот так вот он доказывает что верить бога выгоднее вот смотрите следующий еще один ну как можно сказать его причисляет к основателям вообще прагматизма это ульям джеймс он американский философ психолог является одним из основателям и ведущий представитель прагматизма ульям или вильям ну как это одно это джеймс он родился 11 января 1842 года в нью-йорке а умер 26 августа 1910 года 1910 1842 значит он в работе которая называлась многообразие религиозного опыта описывает две разновиде две разновидности религиозного опыта значит работа его называется многообразие религиозного опыта вот видите даже этот метод пари паскаль принцип этот пари паскаль можно использовать даже в разговоре с неверующими людьми поэтому это полезно ну вот такие вещи значит в этой работе он описывает две основные разновидности религиозного опыта значит первое это религия душевного здоровья значит вот это Ну и он приводит пример, что именно в католицизме он сталкивался именно с этим вопросом. С религией душевного здоровья. Ну то есть, что эта религия приводит человека в состояние душевного здоровья. И второе — это религия страждущей души. В данном случае он приводит то, что он находит это больше в традиционном кальвинизме. Значит, для Джеймса ценность религии заключалась в способности помочь людям обрести позитивное и уверенное отношение к жизни. То есть, в чем он видел ценность религии? Ценность религии он видел в том, что через религию людям можно помочь обрести позитивное и уверенное отношение к жизни. По его мнению, религия способствует утверждению у человека верных представлений о самом себе и окружающих условиях для того, чтобы люди не стали жертвой несовершенства жизни и общества. Ну, то есть, давайте проще, да? По его мнению, религия способствует утверждению у человека верных представлений о самом себе и об окружающем, все, что его окружает, да? Чтобы это верное представление не приводило его к каким-то кризисам, к несовершенству жизни, да? Но чтобы, наоборот, он мог развиваться и жить такой позитивной и хорошей жизнью. И у него есть тоже таблица, в которой он рассматривает атеизм и теизм. Значит, ну так можете себе как бы разграфить на две части, да? С одной стороны написать две колонки. С одной стороны атеизм, с другой стороны теизм. Четыре пункта. Значит, в атеизме он говорит «бессмысленная жизнь». Противоположность в атеизме «осмысленность мира». В атеизме «отчаяние» и «депрессия». В атеизме «уверенности» и «радости». В атеизме «бессельность» и «пессимизм». В атеизме «оптимизм» и «надежда». В атеизме «оптимизм» и «надежда». Значит, в атеизме «нравственное» и «моральное» разложение. В атеизме «нравственный рост». На основании этих выводов он также подводит к тому, что да, верить Бога выгодно. И вот сами программисты, они делают вывод, что следует выбрать веру в Бога, потому что она действенно и приносит пользу на практике. То есть что они говорят? Что уже сейчас, пока ты живёшь эти 70-80 лет, ты имеешь уже выгоду от того, что ты веришь в Бога. А если Бог так и есть, значит, ты ещё получаешь и вечность, как выигрыш. Но всё равно можно заложить неправильную подачу человека. Как бы он, получается, из-за выгоды. А да и за чего? Да и за чего? Ну, знаете, на самом деле, если вы послушаете свидетельства, послушаете, что люди говорят, почему люди приходили там в церковь, какие были причины и так далее, что они искали вообще? По большому счёту, скажут, что я был в депрессии, я был и всё. Ну, то есть они искали реально выгоду какую-то, правильно? Для себя. Ну, что, нет, что ли? Ну, да. А если и натура человеческая, она… Ну, вот у меня есть друзья, например, одни… У меня есть друзья, например, у них была такая, ну, по мирским понятиям, благополучная семья, всё было устроено, там, финансовое благополучие, то есть как бы отношения нормальные, там, ну, всё, как бы, знаете, там, квартира, машина, там, вот. Ну, очень уж муж хотел уехать за границу, ну, так ему хотелось, путей ехать за границу не было никаких. И тут он где-то разговаривая с кем-то услышал, это были 90-е годы, что какие-то верующие уезжают за границу. И он, значит, свою жену снарядил и говорит так, иди узнай, вот там я слышал, собираются верующие какие-то, и они уезжают за границу. Сходи, узнай, в общем, что там, прощупай почву, может быть, да, мы тоже каким-то образом.